Депутату Славянского городского совета Зонтову Олегу Вячеславовичу. Спасибо. Я приветствую всех, кто сегодня на этой площади. Аплодисменты вам всем. Дело в том, что все, кто сегодня на этой площади, демонстрируют нашей власти, кто является истинным хозяином нашей страны, кто истинный владелец ее недр и ископаемых. Кто? Народ. Мы. Правильно. Теперь о депутатах. Я депутат Славянского городского совета. Согласно закону и совести я должен служить своему народу, защищать и отстаивать его интересы. И поэтому я здесь вместе с вами. А скажите мне, где и кому служат те, кто подписал и одобрил это соглашение, которым продали нас на 50 лет? Согласно какому закону? Согласно какой совести? И кому служат они? Сегодня, сегодня прощенное воскресенье. Сегодня они должны стоять здесь, на этой сцене, и пить челом вам, своим избирателям, своей громаде, и просить у вас прощения. Говорить без попутал или партия регионов. Неважно. И обещать, что они все исправят. Сегодня мы примем резолюцию. И в этой резолюции будет требование к депутатам всех советов Донецкой области, в том числе и облсовета, высказать и решить все-таки, и четко сказать, да или нет. Мы говорим, нет, нет, нет добычи сланцевого газа на наших территориях. И я еще одно хочу сказать, не могу об этом не упомянуть. Я как редактор городской газеты и журналист, ну, знаете, сейчас ситуация такая, почему-то, несмотря на те многочисленные протесты и митинги в Донецкой области, в том числе и в Славянске, почему-то, за редким исключением, центральные СМИ и телеканалы не показывают вот то возмущение, наш народный гнев. И я вам скажу, почему. Потому что в нашей, в кавычках, демократической Украине существует и жесткая цензура, и заказуха. Им или запрещают, или они боятся. Но мы не боимся, и не боится каждый из нас, находящийся здесь, на этой площади, потому что мы с вами защищаем свой край, свою страну и будущее, не только свое, а своих детей и внуков. Спасибо.